День района Павел Алексеевич Цилковский День района Швы расчеканины, в которых попадала вода и происходил так называемый гидроудар, из-за чего она разрушалась все больше и больше. И был неровный гранит, уже деформировался. Соответственно, как и монумент сам, и могила сама, и вокруг могилы. С какими сложностями столкнулись во время работы? Во время работы, в основном, сложность была в поставке гранита. В связи с новыми сложившимися условиями поставка гранита задерживалась. В результате чего произошла задержка по сдаче данного объекта. Поменялись поставщики или схема доставки? Схема доставки поменялась чуть-чуть, поэтому в этом была проблема. Из-за этого задержки, значительные задержки. Мы, естественно, все переживали за это. Павел Алексеевич, мы на Аллее Героев. Аллея Героев у нас в центре внимания сегодня. Расскажите, что здесь? Помимо самой Аллеи Героев, достаточно знаковое место. Это мемориал в честь Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Это для горожан знаковое место. Мы долго все мечтали, могу сказать, о том, чтобы отремонтировать этот мемориал. Наконец-то это случилось. В прошлом году проект был изготовлен. И в прошлом году же с переходом на этот год начались строительно-монтажные работы. Здесь также было бетонное основание. Когда гранит демонтировали, бетонное основание мы увидели, что разрушалось. И пришлось, конечно, заново армировать и заливать стеллы. И основание все бетонное пришлось заливать. Заменить гранит, потому что много гранита было поколото. И произвели замену гранит. Ну, вот в каком состоянии. Потом заменили светоточки. Теперь более ярко прожектора светят. Заменили кабельные линии, которые здесь шли. Они также пришли в негодность. Поэтому вы видите, в каком сейчас состоянии все отреставрировано. И буквы отреставрированы. И зачеканены швы. Что дает нам уверенность, что разрушаться памятник не будет. И будет в надлежащем виде. Какие гарантии есть? Сколько точно не потребуется еще вмешательства? Ну, я могу сказать, что по законодательствам Российской Федерации и по согласно договору подрядчик несет пятилетнюю гарантию. То есть в течение пяти лет, если, не дай бог, что-то случается, то подрядчик засущет, соответственно, делает, ну, производит работы. Ну, мы надеемся, что это не случится. Так, у нас мы в этом году, ну, вернее, в том году начали, в этом году закончили. Это памятник комсомольцам. И благоустройство вокруг него. Мы переложили плитку. Это братская могила, это данный мемориал, памятник и барури. По всем по ним пятилетняя гарантия, которая, ну, будет соблюдаться, поверьте. В этом году какие еще работы на каких объектах предстоят в центральном районе? В этом году мы сейчас уже начали, это Сурский сквер, который находится на улице Краснознаменской. В данный момент произведены демонтажные работы. Также мы планируем склон маяка в этом году произвести благоустройство. Подрядчики уже определены, аукционы разыграны. В перспективе мы думаем, что мы в этом году успеем разыграть аукцион. Это площадь Павших борцов и набережная 62-й армии от лестницы Ковентри до Панорамы. Павел Алексеевич, мы в Сурском сквере. Здесь уже какие-то работы идут. Что здесь будет и каким сроком? Ну, сейчас, конечно, картина неприглядная, потому что в данный момент, да, здесь происходят демонтажные работы. То есть все в соответствии с проектом делается утвержденным, который прошел общественное слушание. Демонтажные работы произведены практически на 90%. Осталась, я думаю, еще неделя. И начнется, ну, как говорится, самое интересное. Да, это будет благоустройство данного сквера. Мы поставили задачу подрядчику закончить до середины-конец августа, крайний срок. Ну, судя по графику производства работы, мы идем пока в срок. Сквер расположен на улице Мира. Это первая улица, которая была восстановлена после Сталинградской битвы. Здесь что-то будет связанное с этим историческим фактом? Здесь планируется установить, как я говорил, фонтан уже, бюсты строителям, детские игровые площадки, ну и прогулочные зоны. Волгоградская школьница покорила московский подиум. Учащаяся пятого лицея Ксения Богатырева придумала платье для ковровой дорожки, которое стало лучшим по версии конкурса Министерства школьной моды российского движения школьников. Мы познакомились с самым молодым дизайнером Волгограда. В этом лукбуке я как бы разрабатывала поседневную одежду для своей коллекции. И в основном я тут использовала простые формы. Модборд, лукбук, аутфит и оверсайз. Значение этих и многих других модных слов Ксения Богатырева знает наизусть. Выпускница школы моды и ученица художественной школы вот уже 9 лет увлекается искусством в целом, модой и дизайном одежды в частности. Причем не только изучает историю костюма и следит за современными тенденциями, но и воплощает на бумаге собственные фантазии. Так в одной из коллекций школьница представила, как могут одеваться современные представители коренного этноса Чукотского полуострова. Особое внимание Ксении уделяет культуре Поднебесной. Вот уже несколько лет она изучает язык и культуру Китая. Один из главных его символов, дракон, стал прообразом платья, с которым школьница приняла участие во всероссийском конкурсе Министерства школьной моды РДШ. Организаторами выступили российское движение школьников совместно с дизайнером Линой Дембиковой. В номинации «Платье мечты для ковровой дорожки» одной из лучших судейская команда признала эту работу. Здесь я нарисовала платье «Мечты для ковровой дорожки». Вот это зеленое, это я изобразила как чешую дракона. То есть оно как листья, ну кто как подумает. Вот, и такие пышные рукава сзади с пышным бантом. Я взяла оранжевый и зеленые цвета, так как они очень хорошо сочетались. Это было достаточно модным сочетанием. И также очень ярко, что выделяется на ковровой дорожке. Обувь я сделала так, чтобы она дополняла к образу. То есть тут я использовала чешую дракона и зеленый и оранжевый цвет к образу. А дальше все как в сказке. В финале проекта на настоящем показе модели победителей продемонстрировали дизайнер Лина Дембикова, певица Валерия и Саша Савельева, актриса Мария Кравченко и телеведущая Снежина Кулова. В платье, которое придумала Ксения, на подиум вышла певица Сагдиана. Это было то, что я хотела. Ну, там не использовали обувь, которую я нарисовала. Но все равно мне очень понравился образ на Сагдиане. И затем я прошлась вместе с ней в конце показа. И когда меня снимали сотни камер, я понимала, что это тот самый момент звездный. В рамках проекта ребята прошли образовательный курс от стилиста Лины Дембиковой. Организаторы уверяют, для победителей этот конкурс открыл двери в индустрию моды. Ксения Богатырева планирует связать с созданием одежды профессиональную судьбу. В ее планах поступление в столичный вуз на дизайнера. Но пока до поступления два года, которые школьница терять даром не собирается. Уже сегодня она разрабатывает эскизы одежды и атрибутики для Росмолодежи. Это мерч для Росмолодежи. Когда я зашла на их сайт, я увидела, что у них практически вообще нет мерча. Вот. Я решила сделать свой в их цветовой гамме. Здесь я использовала оверсайз свитшот и уделенную юбку. На этом образе я использовала куртку и спортивные, как штаны. Вот. Из обуви, ну, это ботинки, либо там кроссы. С рюкзаком и сумкой. То есть я использовала еще принт. Вот тут Росмолодежи написанной линии. Это как движение. И буква «М» – их символ. Увлечение моды не мешает учебе. Ксения хорошо учится и участвует в Олимпиадах. Более того, углубленное изучение математики отражается и в творчестве, считает она. Это строгость в образах, какие-то закономерности. Но в дизайне, как правило, если это высокая мода, то там нет закономерности. Это как ты думаешь, так и творишь. Спросили мы у начинающего модельера, что сейчас модно и какие вещи должны быть в гардеробе каждой девушки. Главное – это удобность. Чтобы было удобно и комфортно. Ну, в принципе, так же остается в тренде – это оверсайз. Можно комбинировать строгость с оверсайз и даже, ну, с такими спортивным стилем. Очень люблю пиджаки, там, костюмы. Но они не всегда подойдут под любое мероприятие. Поэтому, ну, какие-нибудь платья, например, летом тоже очень хорошо. Шорты, например, удлиненные. Должны быть платья для, например, вечернего похода. Костюм для работы. Должно быть спортивное, что удобное. То есть ты можешь надеть его всегда. Да, например, это футболка, штаны, сверху какой-нибудь удобный свитер. Ну, и что-нибудь легкое. Там шорты, топ. Ну, и сверху можно надеть рубашку. Она очень общительная, она дружит со всеми, она ни с кем не конфликтует. Есть одаренные математические дети, они во всех олимпиадах, впереди планеты все. У нас предметных олимпиад очень много. Ну, просто вот так вот неординарно. То есть не предмет, а вот именно творчество. Таких мало. Приобщиться к народному творчеству и провести время с пользой. Теперь такая возможность есть у посетителей мастерской подворья в Центральном парке культуры и отдыха. Подворье – это часть нового этнического пространства, которое появится в парке к началу лета. А уже сегодня организаторы подготовили для гостей увлекательные мастер-классы и выставки работ умельцев из разных уголков Волгоградской области. Оживить любого сказочного персонажа или героя любимого мультфильма можно с помощью магии творчества. Для этого не нужна волшебная палочка. Достаточно взмахнуть кисточкой с яркой краской и старательно закрасить все белые пятна на гипсовой фигурке. Юные участники мастер-класса с удовольствием делятся результатами своей работы. Я сделала вот такого слоника из гипса и вот такого вот космонавта. Ну, я из него хочу сделать магнитик. Я здесь второй раз уже. Бусинка за бусинкой и уже готов пестрый браслет. Отличный подарок для близких и родных. Сделан своими руками и с любовью. Я делаю браслетик и хочу подарить маме. Один я уже себе сделал. Я буду маме на 8 марта подарок делать. Счастливы дети, довольны родители. Мастер-классы в подворье – это не только развлечение, но и польза. Занятие развивает воображение и мелкую моторику рук. Здесь работает детская архитектурная студия, в которой мальчишки и девчонки могут создавать макеты зданий, мостов и городских пространств. Такое теплое, уютное, атмосферное место, куда хочется возвращаться снова и снова. Особенно сейчас такая эпоха гаджетов. Необходимо иметь такие творческие мероприятия. Дети пришли, глазки загорелись, захотелось сделать и то, и это. Всем очень-очень понравилось. Все были увлечены. И спасибо организаторам огромное за это. В подворье представлены работы ремесленников из гильдии мастеров Волгоградской области. Даже сама изба, в которой проходят мастер-классы, сделана умельцами из Алексеевского района. Текстильная кукла и арбузный дизайн, и вязание, и глина. То есть это то ремесло, которое люди передают из поколения в поколение своим детям, внукам и также посетителям нашего пространства. У нас предусмотрено посещение подворья. То есть любой желающий может прийти и посмотреть эту экспозицию и узнать о мастерах. Мастер-классы в подворье волгоградские ремесленники будут проводить каждую пятницу. А 25 марта в ЦПКО пройдет масштабный фестиваль ремесленников, в котором примут участие больше 40 мастеров. 8 марта в Центральном парке культуры и отдыха волгоградцы и гости города отметили сразу два праздника. Международный женский день и холи. Один из самых в буквальном смысле красочных праздников индуизма. Холи не имеет определенной даты и в этом году выполнено 8 марта. Студенты Волгоградского государственного медицинского университета приложили все силы, чтобы торжество стало ярким во всех смыслах этого слова. Мы будем играть музыку, танцевать, подкрашивать друг друга и поздравлять. Это способ приветствовать как весну в Индии. Али-а-ли! Али-а-ли! Праздник холи символизирует наступление весны, возрождение жизни и изгнание зла. Его отмечают красочными парадами, народными песнями, танцами и весельем. К студентам Волгоградского меда присоединились и волгоградцы. Чудесно! Мы не ожидали. Мы подошли замечательно просто. Даже потанцевали немножко. Поздравляем всех женщин Волгограда с таким чудесным праздником. Счастья всем, здоровья! Чтобы глаза блестели, чтобы была любовь в сердце и весна в сердце. Я поздравляю всех Волгоградок с женским днем. Желаю всем счастья, весеннего настроения и всего хорошего. Этот день решили провести в кругу семьи. Да, погулять погода позволяет. Появится в Центральном парке культуры и отдыха и свадебная карусель. Ее доставили в Волгоград из Поднебесной. Поставщиком стал крупнейший завод по изготовлению аттракционов в Китае. Высота двухэтажной конструкции составляет 11,5 метров. Прокатиться на ней одновременно смогут больше 60 человек. Мы стараемся развивать парк. Мы хотим, чтобы у нас было больше интересных мест, куда сходить всей семьей и детьми. И ярмарочная зона тоже у нас развивается. Поэтому одним из атрибутов ярмарки является свадебная карусель. Нам ее очень не хватало, и сейчас мы очень надеемся, что это станет зоной притяжения для всех волгоградцев. Свадебная карусель считается традиционным украшением любой ярмарки, символом отдыха и семейного времяпрепровождения. Она стала ярким акцентом и в ярмарочной зоне ЦПКО. По словам сотрудников парка, волгоградская карусель ни в чем не уступает той, которую устанавливают во время зимней ярмарки на Красной площади в Москве. Это была программа «День района» Центрального. Все выпуски нашего проекта про каждый район нашего любимого города можно увидеть на сайте mtv.online в разделе «Программы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин